Малыши Караганды взялись за уборку города от мусора. Они хотят показать пример взрослым. Я помогаю бабушке убрать листья и я хочу, чтобы наш город был чистый. Экс-премьер-министр Серик Ахмедов вновь предстанет перед судом. В районный суд номер 2 Казбийского района поступило исковое заявление Акима города Караганды к Ахмедову, Абишеву, Смогулову, Адамбекову, Жакенову, Шалтакову. Состоялась торжественная церемония открытия областного конкурса «Чертпекище» имени Ахказмугульсум Ахмедказа. В Карагандинской области прошел второй масштабный субботник. В нем приняли участие около 17 тысяч человек. Задействовано 500 единиц специализированной техники. Посажено 2000 деревьев и кустарников. С начала двухмесячника в городах и районах области убрано более 49 тысяч гектаров. Ликвидировано 815 несанкционированных свалок. Высажено более 20 тысяч зеленых насаждений. Уборка территорий продолжается. В субботнике в очередной раз приняли участие глава региона Нурмухамбет Абдебеков и все руководство области. Чиновники называют такую активность примером для остальных. На этот раз объектом очистки стал Центральный парк культуры и отдыха. В уборке по всей области приняли участие коллективы 7 тысяч предприятий. Мурат Туригельным вышел на субботник вместе со служивцами. С его слов в субботниках необходимо участвовать. Ведь только так можно добиться чистоты. Я думаю, в каждом жителе шахтерской солицы живет патриотическое чувство, как горожанина. Поэтому мы сегодня, в частности я и наша организация, вышли на субботник, чтобы сделать наш город чище, краше, помочь горожанам. Я думаю, если каждый горожанин хотя бы маленький вклад будет вносить таким образом, я думаю, наш город будет намного лучше. Устами младенца глаголит истина. Активность в уборке проявляли и дети. Калима Нигматулина пришла на субботник с бабушкой. Она хочет, чтобы в городе было чисто. Я пришла с бабушкой, чтобы убрать город. Я помогаю бабушке убрать листья. И я хочу, чтобы наш город был чистый. С начала двухмесячника в городах и районах области в субботниках приняли участие более 200 тысяч человек. Привлечено около 2000 единиц спецтехники. Убрано более 49 тысяч гектаров. Ликвидировано 815 несанкционированных свалок. Высажено более 20 тысяч зеленых насаждений. И это не предел, заявляя таким области. За счет того, что иногда в неорганизованных местах люди начинают складировать, у нас появляются так называемые неорганизованные свалки. Надо сказать, что за этот период, с начала объявления этого двухмесячника, уже более 85 таких больших, крупных только по всей территории области неорганизованных свалок мы ликвидировали. Эта работа будет продолжаться. Нурмухамбет Абдебеков напомнил, что областной двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов продлится до 28 мая и призвал всех жителей области включиться в общее дело. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Нурмухамбет Абдебеков раскритиковал чиновников, скрывающих информацию от журналистов. По словам главы региона, из-за избегающих СМИ начальников, население плохо информировано о проводимых работах. Неведение людей влечет нарекания в адрес представителей власти. Руководители госучреждения должны своевременно давать ответы журналистам. У нас чаще происходит так. Руководитель отправляет пришедшего журналиста к своему заму, тот к руководителю отдела и дальше по цепочке. «Вы же владеете ситуацией», – заявил глава региона Нурмухамбет Абдебеков на совещании в областном Акимате. До этого тех, кто избегал СМИ, привлекали к дисциплинарной ответственности и даже обвиняли в халатности по отношению к своей работе. Акимобласти еще раз напомнил чиновникам, что к информации нужно относиться не как к личной собственности, а нужно делиться с общественностью. «По этому второму факту мы опять же мы проанализируем. И если до кого-то здесь со строка этого вопроса не дошла, то тогда мы и наверно вернемся к вопросу о соответствующей ответственности этих руководителей. Они, значит, и понимают, и нынешний требует руководителя, и соответствуют». Аким города Караганды Нурлана Убакиров подал в суд на осужденного экс-премьер-министра страны Сирика Ахметова, бывшего Акима области Бауржана Абдишева, экс-акима города Мирама Смогулова и еще несколько лиц, проходивших по громкому коррупционному делу. В своем заявлении Нурлана Убакиров просит суд взыскать с ответчиков материальный ущерб, причиненный государству. Иск поступил в суд 25 апреля. Среди ответчиков, кроме Ахметова, Абдишева и Смогулова, фамилии Мухтара – Адамбекова, Айдоса Жакенова, Марлена Шалтакова и Асланбека Кутаева. Также 12 апреля в суд поступило исковое заявление от Управления парками культуры, отдыха и скверами. С троих ответчиков Бауржана Абдишева, Мухтара, Адамбекова, Айдоса Жакенова управление парками требует выплату материального ущерба в размере 3 млн. 366 тыс. тенге. Поступило исковое заявление КГБ Управления парками культуры, отдыха и скверами. Акимата города Караганды, отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. Кабдишеву, Адамбекову, Жакенову. Озыскание материального ущерба в размере 3 млн. 636 тыс. тенге. Судебное заседание назначено на 19 мая текущего года. В Михайловке на пересечении улиц Охотская и Крылова вода бьет фонтаном из-под асфальта. Такие тревожные сообщения прислали к нам в редакцию очевидцы. Причины водяного подтопления выяснили наши корреспонденты. Фонтан на автомобильной дороге был вскоре ликвидирован. Перепуганных жителей и очевидцев успокоили. Это простая авария на теплотрассе компании Теплотранзит. Прорыв произошел в результате проверки готовности труб. Водопровод не выдержал большого давления. По словам специалистов компании, около 800 км теплотрассы нуждается в кардинальном ремонте. А это около 75% всех труб. Выделенные 500 млн. тенге не хватит на ремонт и половины аварийных участков. 75% износ. От 100% 75% трубопровод изношен. Это постоянно идет. Для этого мы проводим испытания, для этого мы проводим ремонтные кампании. Привлекаем инвестиционные средства для того, чтобы ремонтировать трубопроводы. Чтобы привести их в нормальное состояние. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Взломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Круглый стол, бизнес-партнерство, лучшие практики по развитию женского предпринимательства на селе прошел в Караганде. На протяжении трех лет идея о помощи женщинам в селах набирала обороты в Алма-Ате и Астане. Теперь это затронет и нашу область. В чем особенности данной программы, каковы ее цели и результаты, расскажет Екатерина Фанасьева. Цель круглого стола – создание площадки для обмена опытом, обсуждение путей развития женского предпринимательства, вопросы поддержки со стороны государственных и финансовых институтов, а также меры повышения финансовой грамотности и развития предпринимательства среди сельских женщин. В ходе круглого стола была презентована социальная программа «Кока-Кола Белестере», которая за три года распространилась от городов Алматы и Астана до области сельских районов. Сегодняшнее мероприятие интересно тем, что к нам прибавляется Карагандинская область с поддержкой Национальной палаты предпринимателей по Карагандинской области. И сегодня основная часть нашего проекта «Кока-Кола Белестере», ее тренинговая часть обучения основам бизнеса начнется кроме Акмолинской, Алматинской и в Карагандинской области. Данная социальная программа направлена на обучение безработных женщин Казахстана основам бизнеса. Реализуется она с 2012 года и способствует экономическому развитию сельского населения, созданию дополнительных рабочих мест для женщин, молодежи и других социально уязвимых групп общества. В 2016 году планируется обучить не менее 2000 женщин, а также вручить 10 ежегодных грантов в размере 4000 долларов США победительницам конкурса. Я хотел бы остановиться немного на результатах проекта. Три года уже реализуется эта программа и 21 женщина на сегодняшний день уже получила по нашей программе грант. И сегодня эти 21 женщина открыла рабочее место не только себе, но и безработной своей односельчанке. В работе круглого стола принимали участие депутат парламента Мажелиса Республики Казахстан Майра Айсина, представители Акимата Карагандинской области, институтов развития, неправительственных организаций, бизнес-структур и науки. Екатерина Афанасьева, Исламбекас, Пан Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. В специализированной музыкальной школе «Интернат» прошел областной конкурс «Щертпекюйши» имени Ахказ Мугульсум Ахметказа. В нем приняли участие около 50 талантливых детей в возрасте от 12 до 17 лет. Подробности далее. Данное мероприятие в нашем городе проводится во второй раз. Конкурс «Щертпекюйши» посвящен памяти Ахказ Ахметказа. Женщина была самоучкой, но потрясающе играла на музыкальном инструменте. Ее внучка Айгуль Соловьева очень рада, что имя бабушки сейчас есть на устах молодых людей. На мой взгляд, ее школа, ее стиль, ее техника, они должны остаться в нашем поколении, потому что она многим передала свои знания, она смогла развивать свое творчество таким образом, что она отражает и запах степи, и слова степи, и дух степи. В рамках конкурса был проведен мастер-класс члена жюри заслуженного деятеля Республики Казахстан, профессора Казнуи Жангали Жузбай. Организаторы надеются, что мастер-класс окажет помощь в развитии детского и юношеского творчества, а также повысит сценическое мастерство. Одаренные дети сельской местности будут приглашены для обучения в специализированную музыкальную школу-интернат. Мы проводим это мероприятие, чтобы сохранить народные традиции. Наше творчество должно развиваться. Мы прикладываем много усилий и верим, что не напрасно. Сегодня мы отвечаем за дальнейшее творчество нашего народа. Торжественное закрытие и церемония награждения победителей конкурса состоялась во Дворце культуры горняков. Высшей степенью Гран-при была награждена ученица 10-го класса Актагайской школы. Серегбол Болжан получила приз в размере 100 тысяч тенге. Я готовилась к этому конкурсу. Было трудно, но я очень рада, что принимала в нем участие. Для меня это очень важно. Я так рада, что смогла выиграть. Всем победителям конкурса вручили дипломы, сертификаты и ценные подарки. Организаторы верят, что данный конкурс в скором времени перейдет и на республиканский уровень. Екатерина Афанасьева, Жаксвлак-Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Жители улицы Ешимская навсегда забыли об аварийности и слабом напряжении. Причина тому – приобретение общедомового счетчика электроэнергии. Установить его в доме не роскошь, а всего лишь необходимость. Особенно для тех, кто хочет сэкономить свои деньги. Подробности в следующем материале. Вера Водейко проживает в районе ЖБИ по улице Ешимская. Все ее соседи потребляют огромное количество электроэнергии. Связано это с отсутствием отопления. Долгое время жители дома номер 70 мучились с перепадами электроэнергии. Женщина считает, что это связано с нечестностью жильцов. Счетчики находились у каждого в своей квартире. Кто-то напрямую подсоединялся, кто-то прибегал к другим хитростям. Решать проблему стали всем домом. Первым делом переделали внутридомовые электросети. Люди до сих пор не могут понять, что если мы участники кондоминиума, и если мы решили взять на себя обязанности, то внутри дома мы должны сами разбираться. Понимаете? Вот. И мы переделали. От каждой квартиры мы сделали отдельно. Внизу мы поставили щитовую. Сделали пакетник. Но однако у нас тоже были проблемы. Почему? Потому что вот соседний дом. Они не хотят этого делать. А мы вместе. У нас питание было под питкой. Шла от центральной нашей ТП от них. Жильцы дома обратились к руководству Караганда Жарык. Им посоветовали положить отдельно силовой кабель, который бесплатно помогли установить. Теперь в сети всегда напряжение 220 вольт. Исчезла аварийность. А люди, которые вовсе не платили за электроэнергию, сейчас такой роскоши лишились. Их квартиры легко отключают от подачи электроэнергии, не затрагивая честных горожан. Я не понимаю людей, которые те возмущаются, которые не понимают всей проблемы. Вот с этой проблемой мы уже справились. Мы 4 года без пожаров. Потому что, извините, попасть в квартиру к алкоголику, который поставил козел, который, извините, там крутит столько, что зима, мы все кутаемся, а он, простите меня, в негреже ходит, да? И мы, и ходят, вы платите, дураки, да? Вот и платите, я не буду. Вы знаете, нам, например, это очень обидно. У нас пенсионеры, и у нас все и платят. Потому что, если у нас не заплатит человек, у нас сразу отключат его. Главная цель компании «Караганда Жарык» – обеспечить потребителям бесперебойное и качественное снабжение электроэнергии. Добиться этого можно, соблюдая следующие меры. В первую очередь, в домах необходимо создать кондоминимумы. Затем назначается ответственный человек за электрическое хозяйство. Составляется техническая документация, после чего заключается договор с электроснабжающей организацией на установку прибора учета и на пользование электроэнергией в местах общего пользования. Стоимость счетчика около 30 тысяч тенге. Если поделить эту сумму на количество квартир в доме, получаются вовсе неощутимые затраты. Так жильцы улицы Ишимская смогут не только сэкономить свои деньги, но и тепло. В настоящее время нами начинается работа по установке общедомовых приборов учета на границе баланса принадлежных сетей между объектом Кондемимума и ТО «Караганда Жарык». То есть эта работа нами направлена в целях в первую очередь для того, чтобы обеспечить потребителей бесперебойным электроснабжением, передачей электроэнергии и качественной ее доставкой до пунктов. Компания «Караганда Жарык» извещает потребителей, что необходимо установить приборы учета в домах. Если они установлены не будут по закону, компания имеет право отключить дом от электроснабжения. Делается это с целью экономии электроэнергии и всего государства. Больше всего карагандинцы боятся, что долги с других квартир упадут на их плечи. Однако такое понимание ложное. При установленном счетчике оплачивать долг соседа никто не будет. Житель платит только за потребляемую энергию. Екатерина Афанасьева, Жаксылык-Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Спортивные новости. В Семертау состоялся 20-й международный турнир по волейболу памяти полковника Комитета национальной безопасности Жахана Медюбаева. В турнире приняли участие 11 команд из городов Казахстана, России и Кыргызстана. Победителями среди ветеранов стала команда КНБ Астаны. Среди молодежи первое место досталось команде «Металлург-Тимиртау». Турнир был жарким, не обошлось и без падений. Начало состязания торжественно открыло Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Он выразил свое почтение памяти полковника Медюбаева, а также поздравил участников и пожелал им победы. Собравшиеся почтили память полковника минутой молчания. Участники возложили к его портрету цветы. Вадим Титов капитан команды из Новосибирска. Его команда участвует в турнире пятый год подряд. С его слов на турнир он приезжает уже как к друзьям. Отмечает команды все сильные. Занимали и второе, и первое место. Участников состязания поздравила супруга полковника Медюбаева Марать Магомбетова и дочери. Айгуль Медюбаева – старшая дочь полковника. Она вспоминает своего отца как очень строгого, но в то же время любящего и, как всегда, очень занятого человека. Я утром рано уходил, вечером поздно приходил, но в те минуты домашнего отдыха, воскресенье это было посвящено обязательно семье. Почти каждое воскресенье нужно отдать должное папе, мы всегда проводили вместе. И, конечно, то, что на сегодняшний день мы его дети достигли, я считаю, определенного успеха в жизни. Это благодаря тем навыкам, тому воспитанию, которое нам дали наши родители. Организаторы турнира отмечают, с каждым годом на турнир приезжает все больше команд. Первый турнир состоялся в 1997 году. Тогда в нем участвовало всего 8 команд. В этом году 20-й турнир совпадает с 75-летием со дня рождения Жохана Медюбаева. Жохан Мухадач Медюбаев, он был очень классным, замечательным игроком волейбола, просто талантливым волейболистом. И, конечно, тот выбор не был в виде спорта, потому что он любил этот волейбол. Он сам до последних дней играл и запомнился всем, как очень замечательный волейболист. Турнир продлился два дня. Первое место среди ветеранов заняла команда КНБ «Астаны». Серебро завоевала новосибирская команда. Бронза досталась участникам из Бишкека. Среди молодежи отличились волейболисты-металлурги. Победители были награждены медалями и кубками. Аймабрина, Исламбеку, Спан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Футбольный клуб «Акцубе» обыграл карагандинский шахтер. Это был гостевой матч 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча, прошедшая в нашем городе, к сожалению, завершилась со счетом 2-0 в пользу гостей. Оба гола были забиты в первом тайме. Таким образом «Акцубе» одержал пятую победу в сезоне. С 18 очками «Акцубинцы» поднялись на четвертое место в таблице. А шахтер с 9 очками остался на восьмой строчке. Желаем удачи нашему футбольному клубу в следующей игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова